Малайзия. Бурно развивающаяся страна в самом сердце Юго-Восточной Азии. Веками эта земля была желанной целью для других государств. Но когда захватчики высаживались на берег, малайские войны наносили ответный удар. Используя секретную технику ближнего боя. С дробящими костью ударами, молниеносными бросками и одним из самых ужасающих видов оружия, когда-либо изобретенных человеком. Сегодня этот легендарный вид единоборств известен под названием боевого искусства силат. Веками борцы силата тщательно оберегали свои смертоносные умения и делились ими лишь теми, кто показал себя достойными этого. Эти приемы очень опасны. Но сейчас американский боец надеется раскрыть тайный мир силат Гайонг и овладеть этим смертоносным боевым стилем. Его ждут жестокие испытания веры, ужасающие клинки и отчаянная битва на выживание. Впервые современные технологии дадут научное объяснение смертельных ударов силата и раскроют тайну этого древнего боевого искусства. Мастера боя Силат Куала-Лумпур, Международный аэропорт Малайец-мастер силата Чик Гусэм прибыл домой из Америки. Сэм – боец, имеющий черный пояс с шестью полосками. Это наивысший ранг, которого можно достичь. Он занимался обучением силатов США почти два десятилетия. Теперь Сэм вернулся домой со своим лучшим учеником – Джоэлом Чемпом. Он хочет, чтобы в Малайзии Джоэл стал бойцом высокого уровня. Джоэл – офицер полицейской службы ВМС США из Чикаго. Он занимается боевыми искусствами с детства. Я начинал под руководством моего отца, который серьезно занимался боевыми искусствами. Он начал обучать меня, когда мне было около восьми лет. В восемнадцать Джоэл встретил Чик Гусэма, который познакомил его с Силатом. Это была любовь с первого взгляда. Я был поражен не просто красотой искусства, но и удивительной смертоносностью столь красивых и грациозных движений. После занятий Силатом более десяти лет, Джоэл получил две полоски на свой черный пояс, что сделало его самым титуловным представителем западного мира Силат Гайонг. Теперь Джоэл прибыл в Малайзию, чтобы попытаться заслужить третью полоску и признание. Я достиг определенного уровня и хочу достичь нового уровня в Силате. Чтобы заработать следующую полоску, Джоэлу предстоит доказать, что он способен применять самые смертоносные приемы Силата и овладеть его ужасающим оружием. Затем ему предстоит пережить реальный бой с одним из самых титулованных бойцов Малайзии. Успех сделает его первым представителем Запада, заслужившим третью полоску в Малайзии. Но в случае неудачи ему и Сэму придется вернуться в Чикаго с пустыми руками. Сегодня в Малайзии существует более сотни различных форм Силата. Силат Гайонг одна из самых популярных. Она практикуется в густых джунглях страны. Здесь бойцы создали множество секретных боевых приемов, помогающих им побеждать более вооруженных противников. Сегодня знания о самых смертоносных ударах Силата все еще передаются от бойца к бойцу. Сэм и Джоэл отправляются в секретный тренировочный лагерь в окрестностях Куала-Лумпура. Убедить мастеров Силата поделиться своими знаниями с чужаком непросто. Мне было очень сложно заставить всех учителей согласиться обучать Джоэла. Но после моих уговоров и обсуждения с некоторыми из старейших учителей, они наконец согласились с моим предложением. Джоэл знает, что ему скоро представится шанс всей его жизни, и он не может подвести Сэма. Я не могу провалиться. Я не провалюсь. Но давление очень большое. Давление просто чудовищное. Но Джоэл даже не подозревает, что первое испытание ждет его уже через несколько минут. Снаружи группа бойцов Силата готовится к древней церемонии инициации. Некоторые из бойцов подкрепляют свою уверенность и демонстрируют отвагу своим учителям, макая свои руки в чан с кипящим кокосовым маслом. Это называется Манди Миньек. В Силат Синегайонг существует церемония кипящего масла. Бойцы Силата обычно проверяют свою уверенность, погружая руки в горячее масло. После этого они должны вытереть масло о свое тело. Бойцы считают, что если они будут распивать особые строфы из Корана, они не пострадают во время церемонии. Это первый шанс для Джоэла быть принятым в малайское сообщество Силата. Сейчас я очень взволнован. Я там практически никого не знаю. Так что я просто действительно немного волнуюсь. Наконец, настало время для Джоэла показать себя. Молитва бойцов продолжается. Понятно, почему это называется кипящим маслом. Сэм знает Джоэла больше десяти лет. Но он никогда не видел его таким. Я никогда прежде не видел его столь взволнованным. Я вижу, как его грудь поднимается и опускается. Мне пришлось немного ударить его по спине. Просто чтобы немного его успокоить. Масло достигло точки кипения. Пора Джоэлу доказать, что он способен победить свой собственный страх. Черед Джоэла. Он подносит руки к маслу и макает их в первый раз. И хоть масло и сжет, по Джоэлу не видно, что он чувствует боль. Бойцы Силата верят, что втирание масла в тело исцеляет старые раны и усиливает противостояние боли. Джоэл в третий и последний раз макает руки. Он доказал свою храбрость Чигу Джазвану. Просто невероятно иметь возможность приехать сюда, заниматься этим. Это просто здорово. Но инициация еще не окончена. Обучение Силату может быть болезненным. И бойцы должны доказать, что они готовы, выдержав жар пламени. Протяни руку. Затем шаг вперед. Разведи руки. Под взглядами других бойцов, Джоэл подходит к огню. Он даже не вздрогнул от боли. И прошел инициацию. Приехать сюда, будучи чужаком с другого конца света, и быть принятым, это большая честь. Потому что ты не просто поступаешь в учебный центр, ты входишь в семью, в общину. Теперь, когда он справился с этим, думаю, я готов открыть ему некоторые секреты. Далее. Боевые навыки Джоэла будут подвергнуты испытаниям, когда он вступит в отчаянный бой с одними из лучших бойцов Малайзии. И узнает, что нужно, чтобы стать настоящим бойцом. Силата. Сегодня они сказали, у нас есть еще один сюрприз для тебя, мы будем рубить твою руку мачете. Когда многие из нас думают о боевых искусствах, мы представляем сложные удары руками из кунг-фу и зрелищные удары ногами в прыжке. Но силат Гай Йонг — другой род боевых искусств. Он известен своим стилем ближнего боя. Секрет удара в силате заключается в использовании минимальной энергии для нанесения максимального урона. Имея за плечами 15 лет обучения в Америке, Джоэл Чемп является первым иностранцем, официально приглашенным в Малайзию местным сообществом силат Гай Йонг для испытания на таком уровне. Но если ему не удастся овладеть мастерством, он не сможет получить третью полоску на свой черный пояс или быть принятым в братство мастеров силата Малайзии. Учителем Джоэла будет один из самых уважаемых бойцов силата. Чигу Джазван — боец силата с черным поясом с четырьмя полосками. Джоэлу предстоит завоевать уважение и одобрение Джазвана. Джазван говорит, что хочет получить представление о боевых навыках Джоэла. Он начинает с простого испытания. При помощи бамбукового шеста он измеряет, обладает ли Джоэл двумя ключевыми навыками бойца силата — способностью сохранять уверенную стойку во время боя и выносить невероятную боль. Джоэл пережил испытание, но ему пришлось непросто. Затем ему нужно показать Джазвану свои лучшие приемы. Пока Джазван доволен. Я удовлетворен тем, что он способен выполнить то, что я хочу. Настало время начать обучение Джоэла. Первая — техника захвата, называемая в силате «санга-маут» или «смертельное удержание». Сэм показывает, как это работает. Толкаешь его в бицепс, хватаешь, удар. Подтаскиваешь к себе, становитесь одним целым. Открываешь вену, захват и толчок вниз. Немного толкаешь вперед, вверх и назад. Сейчас современная технология позволяет нам заглянуть вглубь истинной мощи «санга-маут» и других смертоносных ударов. Десятки отражающих маркеров располагаются на теле, а инфракрасные камеры отслеживают каждое их движение с точностью до миллисекунды в трехмерном пространстве. Идеальное воспроизведение обоих бойцов графической анимации позволяет нам рассмотреть каждое из их молниеносных движений и узнать, что происходит внутри тел их жертв, чтобы понять удивительную науку — силата. Сначала бойцы раскрывают секреты смертоносного смертельного удержания. Первый удар — быстрый удар по предпричью врага. Его цель — переломить кость. Второй удар — боец силата захватывает плечо противника и оттягивает его назад, разрывая связки и, возможно, производя вывих сустава. Затем быстро удар ногой по задней стороне колена мгновенно опускает врага на землю. Наконец, четвертый удар — удушающий захват двойного назначения, который сжимает трахею и пережимает оба главных шейных сосуда. Когда эти гигантские сосуды в шее пережимаются, приток крови к мозгу замедляется. Если прием удастся, противник перестанет дышать и потеряет сознание. Настало время Джоэлу овладеть каждым из четырех ключевых ударов. Джаз-1 обучает его шаг за шагом. Джоэл быстро узнает, что обучение в Малайзии абсолютно реальное. Здесь нет никакой театральности, никакого сценария. Все естественно, боль реальная. Когда он меня придушил, я закашлялся, это было потому, что я не мог дышать. Больно было по-настоящему. Усердное занятие Джоэла приносит свои плоды. Время двигаться дальше. Боевое искусство Силата тщательно оберегалось веками. Немного известно о происхождении боевых техник Силата. Согласно легенде, один из самых ужасающих ударов этого единоборства был вдохновлен охотничьими приемами больших кошек джунглей, которые бросались на свою добычу обеими передними лапами. В Силате этот удар называется Селиджи. Смысл Селиджи в том, что когда противник нападает на вас, вы не отходите, а двигаетесь вперед, атакуя его в тот же момент. Наши компьютерные бойцы позволили нам разобрать последовательность ударов Селиджи и увидеть, как бойцы Силата нацеливают свои удары в ключевые зоны человеческого тела для максимального эффекта. Первый удар — разрушительный удар локтем в область, называемую солнечным сплетением. Там расположено гигантское скопление нервов, расходящихся как паутина, по сторонам диафрагмы. Когда локоть вступает в контакт с нервами, он вызывает спазмы брюшных мышц и заставляет врага судорожно глотать воздух. Второй удар — боковой удар в промежность, нацеленный на расположенные там нервы. Боец Силата проводит дробящие кости, направленные вверх удар в челюсть. И последний штрих — двойной удар с силой отбойного молота кулаками в грудь. Цель Селиджи — нанести шокирующий удар по нервам и вызвать конвульсии тела. Достаточно сильный удар может даже привести к смерти. Здесь нет захватов, нет ломания костей. Это просто удар по нервам человека. Джоэл начинает изучать, как проводить удар Селиджи. Хорошо, давай еще раз. То есть это удар, удар и удар, ясно. И он быстро узнает, что Джазван не ждет от него ничего, кроме идеальных результатов. Неправильно. Вот, смотри, Джоэл. Джазван показывает ему снова. Здесь чуть быстрее, так что или успеваешь, или, думаю, будешь валяться в пыли. По моим наблюдениям, он просто показывает, а ученик выполняет без вопросов. В Штатах ученики задают учителям множество вопросов. Джоэл проводит полный Селиджи. Джазван впечатлен его упорством. Сила Джоэла в его страстном желании освоит технику, даже если это сложно. Приемы Селата, такие как смертельное удержание и Селиджи, способны нанести увечья и даже убить. Некогда они помогали населению Малайзии защищаться от захватчиков. Одним из легендарных героев Малайзии является боец Селата 15 века Хан Туа, который использовал свои смертоносные навыки для защиты короля и народа. Но у Селат Гайонг есть и другая сторона. Для Чиггу Джазвана и других бойцов Селата в Малайзии их искусство является чем-то большим, чем боевое оружие. Приемы Селат Гайонг довольно агрессивные. Говорят, они использовались на войне. Джазван считает, что его вера в ислам обеспечивает идеальную духовную базу для его обучения Селату. Селат учит нас значению терпения, и с этой точки мы понимаем, что Селат — это нечто важное и дисциплинирующее. Из наших молитв мы учимся значению спокойствия приходящего из глубины души. С самого начала Джоэл также был привлечен духовным аспектом Селата. Изучение Селата лежит за пределами материального. Это намного дальше простой самозащиты. Это уверенность в себе. Важную роль играет дисциплина. Она позволяет получить указания и силу, когда они нужны. Джоэл видел силу Селата на своей работе в МС США. На работе я регулярно имею дело с решением конфликтов. Изучение Селата помогло мне сохранять самообладание. Оно позволяет в быстрые решающие моменты при таких движениях, в подобных ситуациях, трезво мыслить. Сэм помогает Джоэлу понять ключевую роль, которую играет духовное обучение. И завтра Вера Джоэла подвергнется испытанию. Это третий день Джоэла в Малайзии. Джозван готовится обучить его обращению с самыми смертоносными видами оружия Селата. Но то, что на уме у Джозвана, не совсем соответствует тому, что ожидал Джоэл. Сегодня они сказали, у нас для тебя еще один сюрприз. Мы будем рубить твою руку мачете. Прежде чем Джоэлу позволить тренироваться с настоящим оружием, Джозван хочет испытать его храбрость в церемонии разрезания. Джоэлу нужно будет выдержать три удара мачете. После того, как я увидел, как он нарезает этот большой кусок стебля сахарного тростника, я ощутил, что то, что я собираюсь делать, выглядит как-то не по-человечески. Сэм объясняет, почему. Цель этого испытания — создать доверие и поддержать уверенность в себе. Так как учителя используют во время этого испытания настоящее оружие, ученики должны доказать, что они не боятся получить травму. После прикосновения клинка не видно ни капли крови. Хорошо, как самочувствие? Нервничаешь? Немного. Я немного нервничал, когда взялся за это. Как я и говорил, это позволяет укрепить доверие и уверенность. Молодец. Веками грубая подстилка джунглей помогала бойцам Силата оттачивать умение сохранять равновесие. Здесь Джоэлу предстоит овладеть двумя из самых смертельных ножей в Силате. Первый из них — извилистый кинжал, называемый Крис. Крис — это сердце малайцев, почти как самурайский меч для самурая. Крис — то же самое для бойца-малайца. Крис создан в первую очередь для колющих ударов. Чтобы нанести смертельный удар, боец Силата нападает со стороны и вонзает клинок глубоко в живот жертвы. Причина того, что удар Крисом столь смертоносен, в том, что одним ударом поражается сразу несколько органов. Проникая в нижнюю часть брюшной полости, Крис направляется на печень и легкое и приводит брюшную полость в состояние шока. Одна из главных целей Криса — это сердце. А затем Крис поворачивается, чтобы расколоть ребра при вынимании. двойные повреждения за один удар. Так ты проталкиваешь клинок прямо сюда, к ребрам? Хорошо. И хоть Джоэлу никогда и не придется использовать оружие Силата за рамками этого обучения, ему все же нужно овладеть им, чтобы получить свою третью полоску. Одна из причин, почему бойцы Силата наводят такой страх, в том, что их оружие может быть ужасающе маленьким. Одно из самых маленьких носит название Керамбит. Он размером с палец и шириной с ладонь. И у него небольшой крючок, который выдвигается из рукоятки. Его не видно. Керамбит так мал, что враг может и не знать, что воин Силата вооружен, пока не будет слишком поздно. Если взглянуть на основу Силата, то она смертоносность того, что ты не видишь. Это оружие, которое спрятано по всему моему телу, как небольшие клинки, которые не видны. И ты даже не поймешь, что тебя порезали. Приемы работы с Керамбитом являются, возможно, самым страшным ударом во всем Силате. Компьютерная технология позволяет понять, почему. Боец Силата сначала наносит нижний замах и быстро разрезает заднюю часть обеих колен врага. Его цель — сухожилие, которое позволяет врагу стоять. Боец Силата наносит удар вверх по направлению к шее. Достаточно сильным ударом можно перерезать еремную вену. Затем удар коленом в грудь приводит голову врага в идеальное положение для финального удара. Быстрого хука в левую глазницу. За четыре молниеносных движения враг ослеплен, не может стоять и истекает кровью. Вооруженный настоящим Керамбитом, Джоэл должен быть аккуратен. Итак, я режу вот здесь на бедре и сюда. Резать. А затем я встаю и режу глотку, колено. Затем резать вверх. Наконец, он наносит удар Керамбитом со всей силы. Джазван видит, что Джоэл может справиться с этим крошечным клинком и наносить каждый удар туда, куда нужно. Далее, финальное оружие Джоэла. Один из самых тщательно охраняемых приемов во всем Силат Гайонг. В руках мастера оружие боевого искусства Малайзии Силат Гайонг может быть смертельным, будучи нацеленным на связки, горло и глаза. Но клинки не единственное оружие в арсенале воинов Силата. В Малайзии традиционная форма одежды мужчин и женщин это саронг. Длинный кусок материи, оборачиваемый вокруг талии, как юбка или килт. Для бойцов Силата саронг также является оружием. Он называется чиндай. Джазван демонстрирует атаку с чиндай. Приемы с чиндай настолько секретны в Силат Гайонг, что передаются лишь самым продвинутым ученикам. Чиндай — малайский традиционный прием. Это простой прием, не требующий много энергии. Вот почему мы ждем, пока студент достигнет определенного уровня, чтобы мы открыли ему секрет приема чиндай. Так ты набрасываешь его на голову и перехватываешь. Тянешь его на себя, а потом душишь. Хорошо. Сейчас технология захвата движения позволяет нам замедлить удар чиндай и увидеть, почему простая ткань может быть столь ужасающим оружием. Сначала воин проводит неожиданную атаку сзади и заворачивает голову противника целиком в саронг. Затем поворот. И когда ткань плотно натягивается, она пережимает и трахею, и сонную артерию. Доступ кислорода и крови к мозгу отрезается. Теперь, когда его противник пытается глотнуть воздуха, боец селата укладывает его на землю. Настоящая сила удара чиндай не физическая. В первую очередь удар наносится по области горла. У тебя перехватывает дыхание, и здесь проявляется главная черта селата. Его психологическое влияние на противника, потому что я лишаю тебя воздуха и продолжаю атаковать. Это настоящее чувство, как будто ты тонешь. Он начинает паниковать, и это паническое ощущение, ты и стараешься вселить в противника. Джоу старается выучить полный набор ударов чиндай. Это последний должен овладеть здесь, в учебном центре. Джазван доволен тем, как Джоу овладел техникой чиндай. Джоу овладел многими из труднейших боевых приемов селата. Смертельным удержанием, селеджи, крисом и керамбитом. И, наконец, удивительно простым, но очень опасным чиндай. Уверенность Сэма в том, что Джоу получит свою третью полоску, растет. Но он знает, что последнее испытание будет самым трудным. Сегодня в столице Малайзии Куала-Лумпари можно встретить новый вид селата. Это вид спортивных единоборств, называемый алларага. Всего через три дня Джоу предстоит его последнее испытание. Ему нужно выжить в настоящем бою с одним из чемпионов Малайзии по аллараге. Он радостно возбужден, но волнуется. Я не представляю, что меня ждет. Но это что-то новое, и я жду с нетерпением. Сэма Джоу прибывает на одной из лучших тренировочных баз Аллараге в Малайзии. Она расположена на территории полицейской академии Полопол. Даже сегодня Силат продолжает играть важную роль в национальной обороне Малайзии. Это один из видов боевых искусств, которым обучаются полицейские страны. Чтобы помочь Джоу приготовиться к бою, Сэм обращается к одному из самых крутых тренеров Аллараги. Сержант полиции Чигу Камаль обучил уже нескольких чемпионов по Аллараге в Пулаполе. Если Джоу хочет пережить бой, ему имеет смысл рассчитывать на Камаля. Настало время посмотреть, как он сможет противостоять соперничеству здесь, в Малайзии. Сначала Чигу Камаль хочет убедиться, что Джоу готов физически. Я даже не предполагаю, что они заставят меня делать, но я могу представить, что это будет крайне тяжело физически. Хорошо, Джоу, пошли со мной. Джоу все еще привыкает к невероятной жаре Малайзии. Мышцы бедер напряжены и болят, четырехглавые напряжены и болят. Это словно заставляет их кричать и будить весь организм. Хорошо, Джоу. Отличная работа. 50 за минуту. После физических испытаний Джоу проводит тур по тренировочному лагерю. Здесь он будет обучаться в течение трех дней с одними из лучших бойцов Малайзии. Алларага — это упрощенная форма традиционного селата. Бойцы не используют оружие, только собственные тела и умения. Но все же их удары могут быть жестокими. Один из самых впечатляющих из них бросок с захватом ножницами. Боец в прыжке бросается на противника и находясь в воздухе охватывает его колени своими ногами, а затем совершает разворот тела во время падения, заставляя второго бойца упасть вместе с ним. Удар нанесенный рукой приносит одну очку, в то время как удар ногой два. Бросок оценивается в три очка. Джоэлу нужно быстро освоиться со строгими правилами соревнований в том виде спорта. Насколько мне известно, они просто расскажут все правила и условия, что я могу и что не могу делать, различные виды ударов ногами и прочие удары. Ему придется выучить все правила и условия, ему будет нелегко. Здесь мы говорим об инструкторах и учениках, обучавшихся от 5 до 10 лет, даже 15 лет. Вероятно, ему будет очень нелегко. Надеюсь, он будет следовать указаниям, это заботит меня больше всего. Многие удары, используемые в традиционном силате, не допускаются в аллараге, в том числе удар в пах, удары в нервные центры силеджи и удушение из смертельного удержания. Если Джоэл нанесет запрещенный удар во время боя, его могут дисквалифицировать. значит, каждый раз они начинают заново. Им необходимо начинать снова. На самом деле, я впервые вижу, как это делается в реальности. Впервые вижу, как быстро эти парни двигаются. Это прямо-таки взрывные движения. Камаль знает, как тяжело будет продержаться все три раунда. По моему мнению, самое быстрое время, из-за которой можно научиться хоть чему-нибудь, это шесть месяцев. Надеюсь, малайский боец будет наставлять Джоэла, который покажет свои уже имеющиеся боевые умения. На второй день в пулополе Джоэл обучается ключевым приемам аллораги. Хорошо, Джоэл, давай сделаем это медленно. приемы блокировки. Хорошо. Существует языковой барьер, потому что мой малайский ужасен. Им приходится обучать меня, все показывая, и приходится просить их повторять. Но мне нужно разумно распределять время, потому что у меня его не так много, чтобы обучиться этому искусству. Хорошо, а как насчет бросков? У меня всего лишь день или два до финального боя. Я не знаю, что думать об этом, пока я не смогу включиться и приспособиться к совершенно новой обстановке. Это полностью отличается от всего, что я делал раньше, если честно. это, что я делал раньше. Это, что я делал раньше. Наступает третий день. Наконец, Джоэл встретится один на один с другим бойцом. Камаль обеспокоен прогрессом Джоэла. Сила Джоэла в его физической подготовке, но его слабость в управлении дыханием. Его легко напугать, и это заметно. Если Джоэл не выдержит завтрашний бой, он не получит третью полоску на свой черный пояс. Я в смешанных чувствах, потому что я хотел бы делать то, к чему привык, но не могу. Завтра будет настоящий бой. В Куала-Лумпуре наступил день боя. Наконец, Джоэл узнает, обладает ли он необходимыми навыками, чтобы стать бойцом с тремя полосками на черном поясе в Малайзии. После всего трех дней обучения Алла-Раги Джоэл знает, что преимущество не на его стороне. В данный момент я думаю о Чик-Гу и его наставлении. Я думаю о том, чтобы держаться в рамках правил Силат-Алла-Рага. 15 лет со мной, я готов. Противник Джоэла, двукратный чемпион Малайзии по Силату Хармизи. Хармизи обучался Алла-Раги более 10 лет. Бой будет проходить на стандартном мате для Алла-Раги. Он похож на боксерский ринг, только без канатов. Круг диаметром 8 метров обозначает место боя. Если боица выйдет за пределы ринга, он получит штрафные очки. Зрители с нетерпением ждут, чтобы посмотреть, может ли иностранный боец выстоять против их земляка. Чик-Гу Джазван пришел, чтобы увидеть последние испытания Джоэла. Наконец, пришло время начать бой. Чик-Гу Камаль будет судить во всех трех раундах. Мы будем наблюдать матч между бойцом из ассоциации Силат Ганюнг Малайзии Хармизи, справа от меня, и слева от меня Джоэлом. Каждый раунд будет длиться три минуты. Хармизи совершает первый серьезный бросок. Сэм напоминает Джоэла о том, чтобы он оставался внутри зоны для боя, но слишком поздно. Первый раунд окончен. Успокойся, соберись, растенись. Сэм обеспокоен тем, что Джоэл заранее показывает свои ходы Хармизи. Вот что я вижу. Когда ты хочешь что-то сделать, ты подаешь сигнал о том, что будешь наносить удар ногой, и он ловит твою ногу, не подавая ему сигналов о том, как собираешься ударить. Джоэл и Хармизи выходят на второй раунд. Джоэлу удается оставаться внутри ринга. Он проводит двойную связку ударов в грудь. Но Хармизи все еще чувствует следующее движение Джоэла. Он проводит второй бросок. После броска у Джоэла открылась огромная мозоль на подошве правой ноги. Джоэлу очень больно. Путешествие Джоэла в Малайзию может закончиться быстрее, чем он представлял. Все зависит от него. Если его психологическое состояние позволит, вероятно, он сможет продолжить. Теперь от Джоэла зависит продолжиться любой. бой Джоэла закончен лишь наполовину. Но на одной ноге уже открытая рана. Это истинное испытание. Сможет ли разум победить тело? Все в порядке. В порядке. Я буду драться. Поехали. Джоэл Хромая возвращается на мат. Бой возобновляется. Во втором раунде осталось меньше минуты. Джоэл травмирован, но Хармизи не сдерживается. Раздается свисток. Джоэл Чемп выдержал второй раунд своей битвы с чемпионом Малайзии Паалараги. Его противник Хармизи был неумолим. К этому моменту Джоэл пережил два броска. Настоящий шквал ударов ногами руками и впереди его ждет еще один раунд. Мои руки просто избиты. Вы не видите, но если я закатаю рукава, то у меня шесть или семь рубцов на руках. Это от ударов ногами. Броски открыли вторую мозоль на ноге Джоэла. Хармизи чувствует близкую побегу. Думаю, я обладаю превосходством, особенно сейчас, когда он травмирован. Возможно, психологически он чувствует себя подавленным. Он настоящее животное, поэтому очень больно. Но все в порядке, еще один раунд, еще один раунд. Но после всего пути проделанного до Малайзии Джоэл пока не собирается сдаваться. Он вступает на ринг в третий и последний раз. На обеих его ногах открытые раны. Хармизи атакует, но Джоэл отвечает ему. Его удары попадают в цель. Толпа подгоняет его. Когда остаются считанные секунды, Джоэл проводит отличный бросок. раздаётся АПЛОДИСМЕНТЫ Раздаётся финальный свисток. Джоэл Чэмп справился с заданием. Он выдержал все три раунда и доказал, что может противостоять одному из лучших бойцов Малайзии. Джоэл завоевал уважение мастеров села Малайзии, а также третью полоску на свой чёрный пояс. Чигу Джазван держит в своих руках чёрный пояс с тремя полосками. Я даже не могу сказать вам сейчас, каково это стоять здесь, перед этими людьми. Больше ничто не имеет значения. Этот крик не является обычным боевым криком или кличем. Это нечто особенное и значимое для нас. Это всё равно, что выкрикнуть имя Бога. Джоэл теперь является самым титулованным представителем западной цивилизации в смертоносном искусстве Силат Гайонг. Сэм готов передать эстафету. Джоэл мой лучший ученик. И в моём возрасте я хочу, чтобы это знание было передано дальше. Я уверен, что он продолжит моё дело. Чэгусэм передал своё наследие мне. И для меня большая честь быть частью этой воинской традиции из Малайзии. Наконец, Джоэл был признан на родине Силат Гайонг. Куда бы ни занесла меня жизнь, там будет Силат Синий Гайонг. Фильм озвучен студией Арк ТВ. Текст читал Радик Мухамедзенов. Пока Джозван доволен. Я удовлетворён тем, что он способен выполнить то, что я хочу. Настало время начать обучение Джоэла. Первая техника захвата называемая в Силате Санга Маут или смертельное удержание. Сэм показывает, как это работает. Толкаешь его в бицепс, хватаешь, удар. Подтаскиваешь к себе, становитесь одним целым. открываешь вену, захват и толчок вниз. Немного толкаешь вперёд, вверх и назад. Сейчас современная технология позволяет нам заглянуть вглубь истинной мощи Санга Маут и других смертоносных ударов. Десятки отражающих маркеров располагаются на теле, а инфракрасные камеры отслеживают каждое их движение с точностью до миллисекунды в трёхмерном пространстве. Идеальное воспроизведение обоих бойцов графической анимации позволяет нам рассмотреть каждое из их молниеносных движений и узнать, что происходит внутри тел их жертв, чтобы понять удивительную науку Силата. Сначала бойцы раскрывают секреты смертоносного смертельного удержания. Первый удар — быстрый удар по предпричию врага, его цель — переломить кость. Второй удар — боец Силата захватывает плечо противника и оттягивает его назад, разрывая связки и, возможно, производя вывих сустава. Затем быстрый удар ногой по задней стороне колена мгновенно опускает врага на землю. Наконец, четвертый удар — удушающий захват двойного назначения, который сжимает рахею и пережимает оба главных шейных сосуда. Когда эти гигантские сосуды в шее пережимаются, приток крови к мозгу замедляется. Если прием удастся, противник перестанет дышать и потеряет сознание. Настало время Джоэлу овладеть каждым из четырех ключевых ударов. Джазван обучает его шаг за шагом. Джоэл быстро узнает, что обучение в Малайзии абсолютно реальное. Здесь нет никакой театральности, никакого сценария. Все естественно, боль реальная. Когда он меня придушил, я закашлялся, это было потому, что я не мог дышать. Больно было по-настоящему. Надеюсь, он будет следовать указаниям. Это заботит меня больше всего. Многие удары, используемые в традиционном силате, не допускаются в Алараге, в том числе удар в пах, удары в нервные центры силеджи и удушение из смертельного удержания. Если Джоэл нанесет запрещенный удар во время боя, его могут дисквалифицировать. Пасал! Ура! Значит, каждый раз они начинают заново. Им необходимо начинать снова. На самом деле, я впервые вижу, как это делается в реальности. Впервые вижу, как быстро эти парни двигаются. Это прямо-таки взрывные движения. Камаль знает, как тяжело будет продержаться все три раунда. по моему мнению, самое быстрое время, за которое можно научиться хоть чему-нибудь, это шесть месяцев. Надеюсь, малайский боец будет наставлять Джоэла, который покажет свои уже имеющиеся боевые умения. На второй день в Пулаполе Джоэл обучается ключевым приемам аллораги. Хорошо, Джоэл, давай сделаем это медленно. Приемы блокировки. Хорошо. Существует языковой барьер, потому что мой малайский ужасен. Им приходится обучать меня все показывая, и приходится просить их повторять, но мне нужно разумно распределять время, потому что у меня его не так много, чтобы обучиться этому искусству. Хорошо, а как насчет бросков? У меня всего лишь день или два до финального боя. Я не знаю, что думать об этом, пока я не смогу включиться и приспособиться к совершенно новой обстановке. Это полностью отличается от всего, что я делал раньше, если честно. наступает третий день. Наконец, Джоэлл встретится один на один с другим бойцом. Камаль обеспокоен прогрессом Джоэлла. Сила Джоэлла в его физической подготовке, но его слабость в управлении дыханием. Его легко напугать, но позволит тренироваться с настоящим оружием. Джоэлл хочет испытать его храбрость в церемонии разрезания. Джоэллу нужно будет выдержать три удара мачете. После того, как я увидел, как он нарезает этот большой кусок стебля сахарного тростника, я ощутил, что то, что я собираюсь делать, выглядит как-то не по-человечески. Сэм объясняет, почему. Цель этого испытания создать доверие и поддержать уверенность в себе. Так как учителя используют во время этого испытания настоящее оружие, ученики должны доказать, что они не боятся получить травму. после прикосновения клинка не видно ни капли крови. Хорошо, как самочувствие? Нервничаешь? Немного. Я немного нервничал, когда взялся за это. Как я и говорил, это позволяет укрепить доверие и уверенность. Молодец. Веками грубая подстилка джунглей помогала бойцам Силата оттачивать умение сохранять равновесие. Здесь Джоэлу предстоит овладеть двумя из самых смертельных ножей в Силате. Первый из них извилистый кинжал, называемый Крис. Крис — это сердце малайцев, почти как самурайский меч для самурая. Крис — то же самое для бойца-малайца. Крис создан в первую очередь для колющих ударов. Чтобы нанести смертельный удар, боец Силата нападает со стороны и вонзает клинок глубоко в живот жертвы. Причина того, что удар Крисом столь смертоносен, в том, что одним ударом поражается сразу несколько органов. Проникая в нижнюю часть брюшной полости, Крис направляется на печень и легкое и приводит брюшную полость в состояние шока. Одна из главных целей Криса — это сердце. А затем Крис поворачивается, чтобы расколоть ребра при вынимании. Двойные повреждения за один удар. Так ты проталкиваешь клинок прямо сюда, к ребрам? Хорошо. И хоть Джоэлу никогда и не придется использовать, достигнет определенного уровня, чтобы мы открыли ему секрет приема чиндай. так ты набрасываешь его на голову и перехватываешь, тянешь его на себя, а потом душишь. Хорошо. Сейчас технология захвата движения позволяет нам замедлить удар чиндай и увидеть, почему простая ткань может быть столь ужасающим оружием. Сначала воин проводит неожиданную атаку сзади и заворачивает голову противника целиком в саронг. Затем поворот. И когда ткань плотно натягивается, она пережимает и трахею, и сонную артерию. Доступ кислорода и крови к мозгу отрезается. Теперь, когда его противник пытается глотнуть воздуха, боец Силата укладывает его на землю. Настоящая сила удара чиндай не физическая. В первую очередь удар наносится по области горла. У тебя перехватывает дыхание, и здесь-то и проявляется главная черта Силата. Его психологическое влияние на противника, потому что я лишаю тебя воздуха и продолжаю атаковать. Это настоящее чувство, как будто ты тонешь. Он начинает паниковать, и это паническое ощущение, ты и стараешься вселить в противника. Джоэл старается выучить полный набор ударов чиндай. Это последний прием, которым он должен овладеть здесь, в учебном центре. Джазван доволен тем, как Джоэл овладел техникой чиндай. Джоэл овладел многими из труднейших боевых приемов Силата. Смертельным удержанием, Селеджи, Крисом и Керамбитом. И, наконец, удивительно простым, но очень опасным чиндай. Уверенность Сэма в том, что Джоэл получит свою третью полоску, растет. Но он знает, что последнее испытание будет самым трудным. Сегодня в столице Малайзии, Куала-Лумпари, можно встретить новый вид Силата. Это вид спортивных единоборств, называемый Алларага. Всего через три дня Джоэлу предстоит его последнее испытание. Ему нужно выжить в настоящем бою с одним из чемпионов Малайзии по Аллараге. Он радостно возбужден, но волнуется. Я не представляю, что меня ждет. Но это что-то новое, и я жду с нетерпением. Одно из самых маленьких носит название Керамбит. Он размером с палец и шириной с ладонь. И у него небольшой крючок, который выдвигается из рукоятки. Его не видно. Керамбит так мал, что враг может и не знать, что воин Силата вооружен, пока не будет слишком поздно. Если взглянуть на основу Силата, то она смертоносность и того, что ты не видишь. Это оружие, которое спрятано по всему моему телу, как небольшие клинки, которые не видны. И ты даже не поймешь, что тебя порезали. приемы работы с керамбитом являются, возможно, самым страшным ударом во всем Силате. Компьютерная технология позволяет понять, почему. Боец Силата сначала наносит нижний замах и быстро разрезает заднюю часть обеих колен врага. Его цель — сухожилие, которое позволяет врагу стоять. Боец Силата наносит удар вверх по направлению к шее. Достаточно сильным ударом можно перерезать еремную вену. Затем удар коленом в грудь приводит голову врага в идеальное положение для финального удара. Быстрого хука в левую глазницу. За четыре молниеносных движения враг ослеплен, не может стоять и истекает кровью. Вооруженный настоящим керамбитом, Джоэл должен быть аккуратен. Итак, я режу вот здесь, на бедре, и сюда. Резать. А затем я встаю и режу глотку, колено, затем резать вверх. Наконец, он наносит удар керамбитом со всей силы. С-с-с-с-с! Джаз Ван видит, что Джоэл может справиться с этим крошечным клинком и наносить каждый удар туда, куда нужно. Далее, финальное оружие Джоэла. Один из самых тщательно охраняемых приемов во всем села Гайонг. В руках мастера оружие боевого искусства Малайзии Силат Гайонг может быть смертельным, будучи нацеленным на связки, горло и глаза. Но клинки не единственное оружие в арсенале воинов Силата. В Малайзии традиционная форма одежды мужчин и женщин это саронг. Длинный кусок материи, оборачиваемый вокруг талии, как юбка или килт. Ужасающие клинки и отчаянная битва на выживание. Впервые современные технологии дадут научное объяснение смертельных ударов Силата и раскроют тайну этого древнего боевого искусства. Мастера боя Силат Куала-Лумпур международный аэропорт. Малайец мастер Силата Чик Гусэм прибыл домой из Америки. Сэм боец имеющий черный пояс с шестью полосками. Это наивысший ранг которого можно достичь. Он занимался обучением Силата в США почти два десятилетия. Теперь Сэм вернулся домой со своим лучшим учеником Джоэлом Чемпом. Он хочет, чтобы в Малайзии Джоэл стал бойцом высокого уровня. Джоэл офицер полицейской службы ВМС США из Чикаго. Он занимается боевыми искусствами с детства. Я начинал под руководством моего отца, который серьезно занимался боевыми искусствами. Он начал обучать меня, когда мне было около восьми лет. Восемнадцать Джоэл встретил Чик Гусэма, который познакомил его с Силатом. Это была любовь с первого взгляда. Я был поражен не просто красотой искусства, но и удивительной смертоносностью столь красивых и грациозных движений. После занятий Силатом более десяти лет Джоэл получил две полоски на свой черный пояс, что сделало его самым титуловным представителем западного мира Силат Гайонг. Теперь Джоэл прибыл в Малайзию, чтобы попытаться заслужить третью полоску и признание. Я достиг определенного уровня и хочу достичь нового уровня в Силате. Чтобы заработать следующую полоску, Джоэлу предстоит доказать, что он способен применять самые смертоносные приемы Силата и овладеть его ужасающим оружием. Затем ему предстоит пережить реальный бой с одним из самых титулованных бойцов Малайзии. Успех сделает его первым представителем запада, заслужившим третью полоску в Малайзии. Но в случае неудачи ему и Сэму придется вернуться в Чикаго с пустыми руками. Сегодня в Малайзии существует более сотни различных форм Силата. Силат Гайонг одна из самых популярных. Она практикуется в густых джунглях страны. Все зависит от него. Если его психологическое состояние позволит, вероятно, он сможет продолжить. Теперь от Джоэла зависит продолжиться любой. бой Джоэла Чемпо закончен лишь наполовину. Но на одной ноге уже открытая рана. Это истинное испытание. Сможет ли разум победить тело? Все в порядке, в порядке. Я буду драться. Поехали. Джоэл Хромая возвращается на мат. Бой возобновляется. Во втором раунде осталось меньше минуты. Джоэл травмирован, но Хармизи не сдерживается. Раздается свисток. Джоэл Чемп выдержал второй раунд своей битвы с чемпионом Малайзии Паалараги. Его противник Хармизи был неумолим. К этому моменту Джоэл пережил два броска, настоящий шквал ударов ногами руками и впереди его ждет еще один раунд. Мои руки просто избиты. Вы не видите, но если я закатаю рукава, то у меня шесть или семь рубцов на руках. Это от ударов ногами. Броски открыли вторую мозоль на ноге Джоэла. Хармизи чувствует близкую побегу. Думаю, я обладаю превосходством, особенно сейчас, когда он травмирован. Возможно, психологически он чувствует себя подавленным. Он настоящее животное, поэтому очень больно. Но все в порядке, еще один раунд, еще один раунд. Но после всего пути, проделанного до Малайзии, Джоэл пока не собирается сдаваться. он вступает на ринг в третий и последний раз. На обеих его ногах открытые раны. Хармизи атакует, но Джоэл отвечает ему. Его удары попадают в цель. Толпа подгоняет его. Он доказал свою храбрость Чигу Джазвану. Просто невероятно иметь возможность приехать сюда, заниматься этим. Это просто здорово. Но инициация еще не окончена. Обучение Силату может быть болезненным, и бойцы должны доказать, что они готовы, выдержав жар пламени. Протяни руку, затем шаг вперед, разведи руки. Под взглядами других бойцов Джоэл подходит к огню. Он даже не вздрогнул от боли и прошел инициацию. Приехать сюда, будучи чужаком с другого конца света и быть принятым, это большая честь, потому что ты не просто поступаешь в учебный центр, ты входишь в семью, в общину. Теперь, когда он справился с этим, думаю, я готов открыть ему некоторые секреты. Далее, боевые навыки Джоэла будут подвергнуты испытаниям, когда он вступит в отчаянный бой с одними из лучших бойцов Малайзии и узнает, что нужно, чтобы стать настоящим бойцом Силата. Сегодня они сказали, у нас есть еще один сюрприз для тебя, мы будем рубить твою руку мачете. Когда многие из нас думают о боевых искусствах, мы представляем сложные удары руками из кунг-фу и зрелищные удары ногами в прыжке. Но Силат Гай Йонг другой род боевых искусств. Он известен своим стилем ближнего боя. Секрет удара в Силате заключается в использовании минимальной энергии для нанесения максимального урона. Имея за плечами 15 лет обучения в Америке, Джоэл Чемп является первым иностранцем, официально приглашенным в Малайзию местным сообществом Силат Гай Йонг для испытания на таком уровне. Но если ему не удастся овладеть мастерством, он не сможет получить третью полоску на свой черный пояс или быть принятым в братство мастеров Силата Малайзии. Пусть до народа на аэропорт. Малайец-мастер Силата Чик Гусэм прибыл домой из Америки. Сэм – боец, имеющий черный пояс с шестью полосками. Это наивысший ранг, которого можно достичь. Он занимался обучением Силата в США почти два десятилетия. Теперь Сэм вернулся домой со своим лучшим учеником Джоэлом Чемпом. Он хочет, чтобы в Малайзии Джоэл стал бойцом высокого уровня. Джоэл – офицер полицейской службы ВМС США из Чикаго. Он занимается боевыми искусствами с детства. Я начинал под руководством моего отца, который серьезно занимался боевыми искусствами. Он начал обучать меня, когда мне было около восьми лет. В восемнадцать Джоэл встретил Чик Гусэма, который познакомил его с Силатом. Это была любовь с первого взгляда. Я был поражен не просто красотой искусства, но и удивительной смертоносностью столь красивых и грациозных движений. После занятий Силатом более десяти лет Джоэл получил две полоски на свой черный пояс. что сделало его самым титуловным представителем западного мира Силат Гайонг. Теперь Джоэл прибыл в Малайзию, чтобы попытаться заслужить третью полоску и признание. Я достиг определенного уровня и хочу достичь нового уровня в Силате. Чтобы заработать следующую полоску, Джоэлу предстоит доказать, что он способен применять самые смертоносные приемы Силата и овладеть его ужасающим оружием. Затем ему предстоит пережить реальный бой с одним из самых титулованных бойцов Малайзии. Успех сделает его первым представителем Запада, заслужившим третью полоску в Малайзии. Но в случае неудачи ему и Сэму придется вернуться в Чикаго с пустыми руками. Сегодня в Малайзии существует более сотни различных форм Силата. Силат Гайонг одна из самых популярных. Она практикуется в густых джунглях страны. Здесь бойцы создали множество секретных боевых приемов, помогающих им побеждать более вооруженных противников. Сегодня знания о самых смертоносных ударах Силата все еще передаются от бойца к бойцу. Сэм и Джоэл отправляются в секретный тренировочный лагерь в окрестностях Куала-Лумпура. Убедить мастеров Силата поделиться своими знаниями с чужаком непросто. Мне было очень сложно заставить всех учителей согласиться обучать Джоэл свои смертоносные навыки для защиты короля и народа. Но у Силат Гайонг есть и другая сторона. для Чигу Джозвана и других бойцов Силата в Малайзии их искусство является чем-то большим, чем боевое оружие. Приемы Силат Гайонг довольно агрессивные. Говорят, они использовались на войне. Джозвон считает, что его вера в ислам обеспечивает идеальную духовную базу для его обучения Силату. Силат учит нас значению терпения и с этой точки мы понимаем, что Силат это нечто важное и дисциплинирующее. Из наших молитв мы учимся значению спокойствия приходящего из глубины души. С самого начала Джоэл также был привлечен к духовным аспектам Силата. Изучение Силата лежит за пределами материального. Это намного дальше простой самозащиты. Это уверенность в себе. Важную роль играет дисциплина. Она позволяет получить указания и силу, когда они нужны. Джоэл видел силу Силата на своей работе в МС США. На работе я регулярно имею дело с решением конфликтов. Изучение Силата помогло мне сохранять самообладание. Оно позволяет в быстрые решающие моменты при таких движениях, в подобных ситуациях трезво мыслить. Сэм помогает Джоэлу понять ключевую роль, которая играет духовное обучение. И завтра вера Джоэла подвергнется испытанию. Это третий день Джоэла в Малайзии. Джозван готовится обучить его обращению с самыми смертоносными видами оружия Силата. Но то, что на уме у Джозвана не совсем соответствует тому, что ожидал Джоэл. Сегодня они сказали, у нас для тебя еще один сюрприз. Мы будем рубить твою руку мачете. Прежде чем Джоэлу позволить тренироваться с настоящим оружием, Джоэл хочет испытать его храбрость в церемонии разрезания. Джоэлу нужно будет выдержать три удара мачете. После того, как я увидел, как он нарезает этот большой кусок стебля сахарного тростника, я ощутил, что то, что я собираюсь сделать, выглядит как-то не по-человечески. Сэм объясняет, почему. Цель этого испытания создать доверие и поддержать уверенность в себе. Давайте идем сюда. Личные удары ногами в прыжке. Но силат Гай Йонг другой род боевых искусств. Он известен своим стилем ближнего боя. Секрет удара в силате заключается в использовании минимальной энергии для нанесения максимального урона. Имея за плечами 15 лет обучения в Америке, Джоэл Чемп является первым иностранцем, официально приглашенным в Малайзию местным сообществом силат Гай Йонг для испытания на таком уровне. Но если ему не удастся овладеть мастерством, он не сможет получить третью полоску на свой черный пояс или быть принятым в братство мастеров силата Малайзии. Учителем Джоэла будет один из самых уважаемых бойцов силата. Чигу Джазван боец силата с черным поясом с четырьмя полосками. Джоэлу предстоит завоевать уважение и одобрение Джазвана. Джазван говорит, что хочет получить представление о боевых навыках Джоэла. Он начинает с простого испытания. При помощи бамбукового шеста он измеряет, обладает ли Джоэл двумя ключевыми навыками бойца силата, способностью сохранять уверенную стойку во время боя и выносить невероятную боль. Джоэл пережил испытания, но ему пришлось непросто. Затем ему нужно показать Джазвану свои лучшие приемы. Пока Джазван доволен. Я удовлетворен тем, что он способен выполнить то, что я хочу. Настало время начать обучение Джоэла. Первая техника захвата, называемая в силате Санга-Маут или смертельное удержание. Сэм показывает, как это работает. Толкаешь его в бицепс, хватаешь, удар. Подтаскиваешь к себе, становитесь одним целым. Открываешь вену, захват и толчок вниз. Немного толкаешь вперед, вверх и назад. Сейчас современная технология позволяет нам заглянуть вглубь истинной мощи Санга-Маут и других смертоносных ударов. Десятки отражающих маркеров располагаются на теле, а инфракрасные камеры отслеживают каждый вверх.